Монах Серафим из Сарова удивительный человек, возлюбивший Бога настолько, насколько это вообще возможно. А самое главное, своей жизнью он призывает сделать нас то же самое. Оказывается, то состояние, в котором мы находимся, совсем неправильное. Мы задуманы, созданы, как идеальные разумные существа, которые постоянно должны быть с Богом, радоваться с Ним, блаженствовать и славить Его, Творца Всего. Может, кто не знает, но мы призваны быть даже лучше ангелов, ведь ангел — это лишь служебный дух, не обладающий своей волей, не имеющий творческого начала. А человеку Господь дал всё это, правда, мы совершенно неправильно распорядились этим и отдалились от Бога. Господь сделал нас похожими на Себя, то есть Богами, не по природе, конечно, а по благодати. Но Боги мы лишь тогда, когда есть в нас образ и подобие Божие, что было, к сожалению, утеряно нами. Лишь одна ниточка ныне соединяет нас с небесами. Это наши святые, такие как преподобный Серафим, ведь он имеет эти образы подобия, он преподобный. Каждого из нас, замученного своей бестолковой жизнью, суетой и телесными, либо духовными страданиями, Батюшка Серафим берёт за руку и ведёт в райский сад. По грехам нашим путь этот весьма неблизок, ведь ничто нечистое не может приблизиться к Богу. Но идти нужно, нужно идти. Батюшка Серафим берёт за руку. Батюшка Серафим берёт за руку и посыпать на х contar 107 с着体цами. И не смотрицы, и не смотрицы, и не смотрицы, и не смотрицы. Вновь и новое лето, новое лето, новое лето. Настоятель Серафимовского храма, протерей Георгий, в день престольного праздника, в своей проповеди сказал, что не может человек встать на путь и не идти по нему, топтаться на месте. Духовная жизнь — постоянное изменение души к лучшему, иначе жизнь не имеет никакого смысла. И примером, яркой целью в конце этого пути является батюшка Серафим. Его святость — это не что-то чудесное, недостижимое для нас. К святости призваны все мы. Другое дело, как дается эта святость. Человек верующий, твердо ставший на путь изменения себя, преображается. Языком притчи говоря, он становится красивым, одевается в блистающие брачные одежды, чтобы в нужное время войти на брачный пир и радоваться, и веселиться. Однако враг рода человеческого не хочет такого исхода и всеми силами старается поймать человека в своей сети, помешать исправлению. Потому тернист этот путь, и слабый безвольный человек должен просить помощи у Бога и его святых. И как бывает славно это преображение. С помощью Божией человек становится духовным богатырем, он сам становится лучше и всем вокруг является примером. Прошло много лет со времени упокоения и прославления нашего земляка, батюшки Серафима. Несмотря на то, что, видимо, его нет с нами, русский народ не прекращает любить его. Строятся храмы в его честь, основывается общество, названное его именем. Почему так? Да потому что батюшка всех любил, никогда никому не отказывал. Все, и тогда, и сейчас, стремились попасть к нему, поговорить, утешиться. А смиренное его отношение к своей славе, он о себе говорил не иначе, как у боги Серафим, делало его мудрость простой и доступной, и богатому, и бедному, и знаменитому, и нищему. Для любящих батюшку сердец, в году, кроме Пасхи Христовой, есть еще две пасхальных радости – дни памяти батюшки Серафима. Несмотря на будний день, сотни людей приходят в храмы Божии побыть с Богом и святыми его, прикоснуться благодати, прославить святого мужа земли русской, преподобного старца монаха Серафима, порадоваться его радостью, утешиться его словами «Христос воскрес! Радость моя!» Медвенский район, село Чермошное, у нас тоже есть приход, покрова Пресвятой Богородицы, но я третий год езжу в храм Серафима Исаровского, со слезьми молила, просила о детях своих, о мире на земле, чтобы все было прекрасно, чтобы дети нас радовали. Замечательный праздник, мир всем, и чтобы люди любили и уважали друг друга. Спасибо!